Продолжение следует... С ходом операции на советско-германском фронте. Довольно долго эта война представляла перед западным считателем главным образом через призму немецких источников. Дэвид одним из первых широко привлек советский, это дало совсем иную перспективу. Но, видимо, первой или одной из первых его книг по операциям советских армий была буря в августе, которая случилась в совсем другом конце континента. И, как нам рассказал Дэвид, эта книга оказала определенное влияние на офицеров, планировавших совсем другую бурю в пустыне. Проводя параллели между обеими бурями, Дэвид перечисляет несколько пунктов сходства. Такие, как быстрое наращивание сил перед началом наступления, создание единого командования на ТВД, выбор главной оси удара для достижения внезапности, то есть выбор оси, слабо защищенной силами противника, поскольку тот считал непригодной для проведения военных операций. Осуществление широкого охватывающего маневра вдоль этой оси с целью окружения и уничтожения сил противника. Нанесение вспомогательных ударов по каждой возможной оси продвижения, чтобы сковать силы противника. Тяжелые бронетанковые формирования на оси наступления, поддержка наступления под средством подавляющего превосходства артиллерии и авиации, быстрый перенос действий в глубину тыла противника, чтобы нарушить бесперебойное командование и управление, блокирование и поражение резервов противника задолго до того, как они достигнут поля боя, и еще несколько. Слушая этот список, я не могу отделаться от мысли, что если заранее не сказать, что речь идет об операции в Манчжуре, то любой занимающийся историей Второй мировой сразу же опознает совсем другую операцию. То есть немецкую операцию Гельб, бросок к Дюнкерку в мае 1940 года. Изюминкой Гельба был как раз выбор оси удара, проходящей через Ордена, через местность, которую противник полагал совершенно неподходящей для операции больших танковых сил. Кроме того, естественно, было все остальное, был рог в глубину, были тяжелые танки на острие удара, было взаимодействие с авиацией, было разгром и уничтожение. И, в общем-то, именно Гельб – признанная классика подобного сорта операций. Есть один важный пункт, по которому буря в пустыне стоит ближе к бурю в августе, чем к Гельбу. Это тот факт, что операция проводилась на большом удалении от жизни центров страны в области неизбалованной густой сетью коммуникаций. Но как раз вот этот фактор Дэвид не упоминает. И тем не менее, как мы узнали, моделью буря в пустыне стала именно советская операция, а не немецкий Гельб. Почему? Рискнул предположить, что дело в контексте. Буря в августе вышла из печати в 1983, кажется, году. Это было очень интересное время для американской военной мысли. Но Ван Кревель в своей трансформации войны как-то ядовито заметил, что для американцев создание новых военных доктрин – не только, а может, и не столько профессиональная деятельность, сколько развлечение. Именно поэтому сторонний наблюдатель не в состоянии уследить за калейдоскопом, сменяющим друг друга теории. Ну вот, в начале 80-х подошла очередь оперативного искусства. Именно в начале 80-х этот новый уровень был введен в американскую военную доктрину. До этого американское военное искусство, как это повелось еще со времен Белова, делилось на два уровня – на тактику и стратегию. А в СССР еще с 20-х годов на стыке этих двух уровней было выделено искусство ведения операций и вождения оперативных объединений. Так называемое оперативное искусство. В конце 70-х эта идея была перенесена на американскую почву. Как пишет Вильсон Браун, Блайт в Military Review, в основном усилиями таких офицеров, как Хуба Басцеге и Дон Холдер. И в 1982 году, то есть за год до выхода книги Гланца, понятие оперативный уровень официально ввели в американский полевой устав FM-105. Но офицеров, естественно, стали учить оперативному искусству. И именно там, где преподавал Дэвид Гланц. Естественно, для выработки нового уровня обратились к классикам. Американские офицеры стали слышать в академиях такие имена, как Свечин, Барфоломеев, Триантофилов и Серсон. И стали читать книгу Гланца про бурю в августе. В 1991 году, помогать разрабатывать операцию по вразумлению Саддама Хусейна, отправились ученики и коллеги Гланца. Они все читали бурю в августе, и, видимо, для них более естественно было проводить параллель именно с нею, а не с Гельбом, и ее брать за модель. И назвать операцию, похоже, тоже было естественно. В конце своего выступления Дэвид рассказывает замечательную историю о том, как устами ребенка родилось название «Буря в августе». Я не мог не обратить внимание на то, что в отечественном контексте есть еще одна связь этих двух бурь. Из рассказа Дэвида очевидно, что «Агуст Сторм» правильно было бы переводить как «Августовская гроза», потому что «Дочка Дэвида» там как раз говорит про дожди, а «Сторм» в английском можно переводить несколько по-разному. И гроза, и буря, и даже сильный дождь. Ну а чего же для перевода была выбрана именно «Буря»? Я думаю, что от того, что к этому времени в отечественном контексте уже прочно закрепился перевод названия операции «Дезер Сторм» как «Буря в пустыне». Ну какая может быть пустыня гроза? То есть это был естественный перевод. Когда в Россию приехала книга Гланца, то ее уже перевозили по образцу «Буря в пустыне». Так она стала августовской бурей. Круг замкнулся.